Привет, меня Сергей зовут. Сегодня я хочу показать тебе, как я рисовал Джокера. Как у меня это получилось. Было уже видео с этим рисунком. Да, да. Я показывал методы штриховки и методы их наложения. Но сегодня я закончу эту работу полностью и хочу показать итоговый пролет, который получился. Мне супер понравился он. Я считаю, это лучший пролет за все время, которое было. Если что, пролет это демонстрация от первого этапа до последнего, плавно как работа развивалась. Я это делаю почти в каждом своем видео, но не все досматривают до конца. Поэтому сегодня я вам покажу это и надеюсь, вы хотя бы мотнете на крайняк посмотреть этот пролет. Мне он очень понравился. Пока я расскажу про работу. Я, помимо скетча, сделал вот такую схемку. Это просто лайновая схема с учетом детализации, с учетом всего этого. Чтобы я дальше мог накладывать штриховку. Работа специально выполнена, немножко неправильно композиционно, потому что видно голый плащ. Справа, снизу и слева снизу работы. Это отвратительно выглядит, это неправильно, это некорректно, потому что он скучный, он без деталей. Его отвратительно можно вписать. Поэтому в дальнейшем, для последующей обработки работы, кадр немножко трансформируется и приблизится, чтобы минимизировать вот это дурацкое место. Поэтому сейчас нужно чуть-чуть потерпеть и посмотреть на работу такой. Что я делаю? Изначально я рисовал в негативе, после чего я откажусь от этого и инверсирую цвета в обратную сторону. То есть, бледно-голубой, почти белый фон и темно-красный, то есть бордовый лайн будет. Пока это наоборот. Штриховкой я лишь дополняю каждую линию, которую здесь произвел. У нас идет учет, что свет, источник света, слева сверху работы, справа снизу, соответственно, тень. Поэтому относительно этого штриховка также рисуется. То есть, у нас имеется штриховка, дополняющая объекты, элементы, все линии и штриховка, которая определяет светотень. Важно, в разных направлениях, большим количеством слоев я ее навожу. Чем более большой по счету слой штриховки идет, тем меньшим он является. Так как самая глубокая тень в самом конце. То есть, первый слой штриховки я вывожу, предположим, от конца до середины объекта. Предположим, протектор посередине. Вторым слой штриховки я вывожу уже процентов на 45. Потом на 35. Потом на 20, на 15, на 5 и так далее, и так далее. То есть, чем дальше, тем глубже и более комплексно выходит тень. Чем ближе к источнику света, тем ее, соответственно, меньше. Думаю, все это простенько, все это понятно и дальше. Дальше тело, ключицы и все такое. Да, я подсматриваю. И сам сейчас вижу процесс, который вы будете видеть, когда я все это смонтирую. Но, я смотрю, чтобы вам объяснять. Это важно. Что еще происходит? Штрихую тело. Вывожу его по-всякому. Точно так же, учитывая объем. Кофты. Плаща. И, короче, еще. Имеется небольшой косячок, который явно видным становится только после инверсии цвета. Сейчас мы видим самые толстые акценты, белые. Они у нас над глазным протектором сверху и на краях воротника. В дальнейшем все эти белые акценты на деснах, на шапочке, с правой частью шипов, на вот этих погонах, на плаще, будут не так хорошо видны. Хотя вот в таком негативном ключе нормально. Это кажется абсолютно естественным. Но при инверсии рисунка они потеряются. Их придется добавлять. И мы сейчас как раз-таки подходим к инверсии. Чпук. Вот. Цвет инверсировался. И смотрите. Эти черные уже, черные акценты, которые ранее были белыми, потерялись. И слева их нет. Над протектором сверху тоже потерялись. Поэтому их нужно довыводить, подправлять, дочищать и углублять. Чем я сейчас и занимаюсь. Поэтому правая часть работы сейчас обделывается. Вот воротничок допиливается. И так же будет все это доводиться. Я супер люблю штриховку. Она не супер хорошо заходит на этом канале. Но я ее люблю. И я ее рисую. И я ее буду в дальнейшем рисовать. Во. Я думаю, по плейлисту как вы можете прогуляться. Посмотреть все версии видосов по штриховку. То есть я рисовал Джокера, Хакина, Феникса. Где я рисовал этого Бэтмена в прошлом видео. Но этого уже то, что вы сейчас видите, уже не было в том видео. В том видео первый этап. И еще четыре других способа наложения штриховки. Вот я уже, кстати, приблизил кадр, чтобы он выглядел грамотней. Потом буду его красить и добавлять эффекты. Также видео, все, что я знаю про штриховку, есть в плейлисте как. Очень удобно. Как будто бы есть отдельный плейлист со всеми видео про штриховку. Но я пока не думаю делать его. Но, скорее всего, сделаю когда-нибудь. Но пока что вы можете просто покопаться там, посмотреть. Всякие материалы. Я не рисую почему-то анимешных персонажей для штриховки. То есть, в обычном моем стиле иллюстрации, обычно, не мои герои, фигурируют часто. Вот я уже иду на текстуры. Но почему-то... Именно штриховка у меня больше ассоциируется с Marvel DC. Вот с чем-то таким. Сейчас я через параметры умножения просто накидываю цвета. Умножение для теней. Глоу доджи для света. То есть, жесткий свет. И добавляю сейчас кровушку. И сейчас микроверсия пролета. Просто зацените. Наш лайновый набросок, который был. Штриховочная версия. Штриховочная версия поближе. Покрас. Тут не было инверсии. Она будет потом. Покрас с кровью. Кровавый эффект на переднем плане. Кровавый эффект на задний план уходит. Через параметр экран небольшой эффект свечения. Градиент, который пошел поверх на слабой прозрачности. И небольшая шлифовка. А теперь вот этот пролет. Который мне супер нравится. Какой он клевый. Так пятнами все проходит. О, я тащусь. Честно, мне очень зашло. Я сразу все приблизил, чтобы не дергалось изображение. Мне очень нравится этот переход, который выдает такой эффект, как кровь сейчас появляется. Ва-а-а. Жуть. Теперь кровь переднего плана. Во-первых, как каплями она выходит. Теперь она перетекает на задний план. Появляется свечение. Сейчас появится градиент, еле заметно, конечно. Ну вот. Вот он. Короче, вот такая работа получилась. Я постарался подробно рассказать про нее. Че, как я ее сделал, какими принципами я орудовал, чтобы она получилась. Ват. Надеюсь, было интересно и познавательно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok